Львиный мост Львиный мост, перекинутый через Екатерининский канал, один из трех изначально цепных пешеходных мостов, сохранившийся в Санкт-Петербурге. Висячую конструкцию сохранил только Почтанский. Львиный и Банковский переделаны позднее в балочные. Цепи у них фактически выполняют декоративную роль, хотя сохранены анкерные крепления под пилонами и соединение цепей с балками настила. Своё наименование Львиный мост получил от фигур хищников, через пасти которых проходят металлические стержни цепной системы. До 1871 года по названию переулка именовался ещё и Мариинским, пока его не переименовали в Львиный переулок. Так, ну мы с тобой на Львином мосту, только что были на Банковском. Львы здесь одинаковые, нет? Нет, не одинаковые. Там они с крыльями без гривы, здесь без крыльев и с гривой. Но такие же улыбчивые, да, я смотрю. Им нравится их работа, и они наслаждаются ею. И они беленькие. Они беленькие, да, там они серенькие. Здесь они оптимисты, львы. Да. Что послужило создать такой мост? Я думаю, большое количество людей. Да, большое количество людей, которые ходили, ходили, бродили, никак не могли перебраться на тот берег. Вот, вплавь это получалось. Иногда пытались... Через лодки, иногда просто плывя руками. Создать что-то наподобие плота, вот, получалось это не всегда удачно. Кто-то тонул, кто-то спасался. В общем, сказали, да будет мост, и мост построили. Появился, да. Появился, да. Мост построили, вот. И население, возрадовалось население. Спасибо, сказала население. Да, кстати, я еще знаю, что когда первый раз здесь проложили мост, и в день открытия здесь прошлось около трех тысяч или тридцати тысяч. Тридцати тысяч! Тридцать тысяч человек! Тридцать тысяч! Представляете, ребят? Да, по-моему, что-то около тридцати. И мост, я вам хочу сказать, очень крепок. Даже можно попрыгать вот так вот на нем. А-а-а! Не трясись! Вы никакой тряски не почувствуете. Собран, не, как японцы, и фотоаппараты хорошие делают, собирают. Вот то же самое, как качество, понимаете? Качество мастеров. Слушай, мне кажется, этот мост, конечно, да, поустойчивее, поустойчивее, чем тот банковский. Потому что тот, ты сам чувствовал, да, тряски, как будто мы с тобой на плоту. На плоту жизни. А этот, да, такой прям мощный. Хороший мост. На славу делали люди. Да, вот такие вот два моста в Петербурге есть. Я советую всем посетить эти мосты. И обязательно пройтись и сравнить Львов. Да, эти мосты участвовали в разных советских, российских кинофильмах. Вот, их можно наблюдать в DVD, можно с цифрового носителя наблюдать. Маскировать подвесную систему мостового сооружения предполагалось фигурами сидящих львов изначально. Только выполнять скульптуры планировали изначально выкладкой из медных листов. Но заменили на дешевое чугунное литье. Мастера Александровского чугунолитейного завода, восстановленного в 1826 году после наводнения в 1824-го, выполнили непростую работу безукоризненно. Завод в 1845 году выпустил первый российский паровоз. С 1922-го называется пролетарским заводом. Литые фигуры покрыли слоем белой краски, имитирующей структуру обработанного мрамора. Из чугуна были выполнены первоначальные решетки стойки фонарей. Реконструкция 1882 года была неудачной. При замене деревянных элементов демонтировали и не вернули украшавшие львиный мост в средней части торшеры с фонарями. Литые чугунные перила заменили накованные из железа, гораздо примитивнее прежних. Капитальную реконструкцию сооружения провели в 1948 году. Продольные балки из дерева заменили на стальные двутавровые. Тогда мост и перестал быть цепным фактически, сохранив сами цепи, зачастую цепным и называется. Затем в 1954-м восстановили литые чугунные ограждения и фонари по первоначальному проекту. Таким мы и видим львиный мост. Редактор субтитров А.Семкин